Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей «Город» в студии Виолетта Гришина. Корреспонденты нашего телеканала подготовили главную информацию о событиях среды 17 апреля. Смотрите коротко о том, что вас ждет сегодня. Снова весна, снова дорожный ремонт. Можно ли избавить Калининград от плохих дорог? На страже комфорта и безопасности городские власти проверили, как готовят автобусы к выходу на маршрут. Издательский дом в обычной квартире. Калининградец своими руками делает книги. Пенсионер с кредитной картой. Банки решили расширить список своих потенциальных клиентов. Коктейль с особым характером. В городе прошел конкурс барменского искусства. Какой напиток предпочтут калининградцы? Снег сошел. А вместе с ним и асфальт. В Калининграде начался сезон ремонта дорог. Как капитальный, так и ямочный. Но на всех ли улицах работы начались в срок и насколько правильно они выполняются, решила выяснить наша съемочная группа. Такие работы по плану должны уже сегодня проходить на 12 улицах города. На большей половине из них ремонт делают капитальный. Перед тем, как внести улицу в список, городские власти проверяют ямы на соответствие ГОСТу. Так, критическая считается глубина в 5 сантиметров и более. А ширина должна быть не менее 60 сантиметров. Ежедневный надзор осуществляем, проезжаем по улицам, если что-то выявляем. Даже с этого года, если ямы или какие-то выбоины или трещины попадают по размерам в ГОСТ, мы все равно будем выдавать на них предписания. Таких предписаний выписывается за неделю более пяти. По словам инспектора, работы продлятся аж до ноября месяца, в случае, если погодные условия не подведут. Ну а жителей города призывает к терпимости. Сами же калининградцы крайне недовольны состоянием дорог. Там невозможно ехать. Вот, поворот. Прямо на повороте такая яма. Хорошо, у меня машина высокая. Я могу ехать, а низкая не пойдет. Также автомобилисты составили свой собственный рейтинг улиц, требующих срочного ремонта. Среди них Мусорского, Киевская, Челнокова, Озерова, Ломоносова, Молочинского и Автомобильная. При этом ни одна из них не вошла в список для предстоящего ремонта. В нем в этом году Транспортная, Портовая, Ялтинская, Леонова, Карломаркса, Озерная, Первомайская, Островского, Парковая аллея и несколько других. Но вот объехав все эти улицы, ремонтные работы мы увидели лишь на одной. На некоторых улицах города в скором времени проведут капитальный ремонт. На улице Карломаркса уже ведутся текущие работы. Гарантия таким дорогам от 3 до 5 лет. Но так считают не все специалисты. Там, где есть брусчатка, эти улицы необходимо выводить в капитальный ремонт. Либо повышать затраты на демонтаж брусчатки. Это необходимо делать. Но, к сожалению, город это не делает. А власти это не делают, выделяют деньги на то, что есть. Но в итоге мы сталкиваемся с тем, что через год мы опять эту же дорогу будем снова латать. А все потому, что при частичном латании дорог снимают лишь часть верхнего слоя асфальта. Чтобы дорога была качественной, нужно убрать брусчатку, засыпать гравий и лишь потом катать асфальт. И только в этом случае мы получим качественное дорожное покрытие и избавим граждан города от ям. Ну а чтобы способствовать этому, вы можете выложить фотографию улицы, которая вам причиняет неудобства, на сайт rosyama.ru или позвонить по номеру 92-33-08. Лилит Мадонс, Юрий Жуков, служба новостей «Город». Сезон ремонта и обновлений начался не только на Калининградских дорогах. Местные автоперевозчики готовятся к конкурсу, который пройдет лишь в 2015 году. В него входит осмотр автобусов, диспетчерской и ремонтной зоны. 17 апреля две производственные базы встречали журналистов и показывали им свои работы. О том, как в идеале должен выглядеть общественный транспорт, расскажет наша съемочная группа. Вот я в данный момент пришла на работу, проверила, включила зажигание, завела машину, проверила состояние колес, проверила освещение машины, все. Надежда Зимцова работает водителем маршрутного такси уже шестой год. По ее словам, сейчас быть водителем не так сложно, так как теперь за оборудованием автобусов следят более качественно. После того, как объявили о конкурсе по распределению городских маршрутов общественного транспорта, автоперевозчики стали более ответственно относиться к своей работе. Самый старший автомобиль на сегодняшний день, 2002 года. У нас обмен идет ежеквартально, очень интенсивно. То есть вот к августу месяцу мы приобретаем еще 15 новых автомобилей и у нас уже будет планка 2005 год, самые старые машины. И дело не только в возрасте автобусов. Для того, чтобы свести к минимуму поломки на маршрутном движении, необходим постоянный качественный ремонт машин, содержание транспорта в чистоте и опрятном виде. Также в каждом маршрутном такси по новым правилам должен быть навигатор, чтобы диспетчер всегда был в курсе ситуации на дороге. На предприятии правильно организована эксплуатация транспорта, чистота, порядок, ремонт, техническое обслуживание. Здесь на данном предприятии есть все, начиная от мойки, от вопроса обслуживания, ремонта, касаемо до ремонта и сидений. На сегодняшний день пассажирскими перевозками в Калининграде занято 9 предприятий. Ежедневно на улицы Калининграда выходит 26 трамваев, более 30 троллейбусов и порядка 300 автобусов. И главным условием участия в конкурсе является обновление автомобильного парка на 10%, которое, к сожалению, пока могут выполнить не все перевозчики. Кристина Буговицына, Назим Габивов, Служба новостей, Город. В реабилитационном центре Орехово запустили новую систему водоснабжения. Вопрос ее установки назрел уже давно. Центр действует уже 17 лет, и все это время молодые люди, проходившие здесь реабилитацию, были вынуждены пользоваться водой прямо из колодца. Теперь в усадьбе установлена современная установка. Она не только подает воду в дом, но и обеспечивает высокую степень ее очистки. Систему установил частный инвестор по инициативе регионального управления наркоконтроля. Там считают, что вместе с улучшением условий жизни должен повыситься и уровень работы самого центра. Хотя он и сейчас имеет самые высокие оценки. Как раз вот этот региональный реабилитационно-общественный центр Орехово, он идет впереди планеты всей. Таких реабилитационных центров, в общем-то, немного, которые действительно дают такие хорошие результаты. Такой хороший подход. То есть здесь учитывается и социальная работа, и психологическая работа. Кроме того, на встрече обсудили новый закон. С прошлого года, согласно Уголовному кодексу России, осужденный, страдающий наркоманией, может пройти курс реабилитации. В связи с этим суд может отсрочить отбывание наказаний до окончания лечения, но не более чем на 5 лет. На сегодняшний день в регионе для этих целей созданы все необходимые условия. В Калининградском наркологическом диспансере есть такое отделение. А в перспективе планируется открытие центра социальной реабилитации для наркозависимых граждан «Большая Поляна». Типография на дому. В Калининграде все большую популярность приобретает такое увлечение, как изготовление книг в домашних условиях. Некоторые из них совершенно необычные, некоторые не отличишь от магазинах. Но в любом случае они все оригинальные и отличного качества. Ну а подробнее узнаете у Алексея Бондарева. Павел Малышев по профессии строитель, но есть у него и любимое хобби – делать книги своими руками. Занимается этим ремеслом с 2004 года. Бумагу для книг тоже делает вручную. Если наносит текст, то использует французскую хлопковую бумагу. Переплет готовится из специальных картонных крышек, тканей, кожи. Но все зависит от пожеланий клиента. Книга может стоить 500 рублей, а может и полсотни тысяч. Все зависит от стилизации и трудоемкости. Но главное не деньги, утверждает Павел. Важен сам процесс создания книги. Кому-то она будет принадлежать, может быть она просуществует сотню лет или две сотни лет. Уже не будет даже известно, кто это сделал. Но и люди будут держать в руках, говорят, что какая интересная штука. Творчество – дело нелегкое и по времени затратное. Причем книга что большого, что маленького размера готовится в течение одного и того же времени. Оптимальное время для работы – утро. Как говорит Павел, мозг еще не включился, зато руки творят. Помимо книжек, мастер чеканит монеты и делает украшения. Причем делает это профессионально. Своему ремеслу даже учил детей в школьном кружке. Еще у нас есть такие заготовочки мягкие из алюминия. И любой ребенок в 8-9-10 лет может поднять двухкалограммовый молоток и сделать монету собственными руками. Заниматься изготовлением книг можно в свободное время. Научиться ремеслу может каждый. Методом проб и ошибок. Главное, что называется, было бы желание. Раньше процесс создания книги был трудоемким. Печатали на больших овсетных машинах. Это было дорого и возможно только на крупном производстве. Теперь же появились технологии печати, при которых отличную книгу можно создать у себя дома. Алексей Бондарев, Антон Запертов, Служба новостей город. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. Непредвиденные осложнения. Вике Ерошиной срочно нужна помощь калининградцев. Пенсионер с кредитной картой. Банки решили расширить список своих потенциальных клиентов. Коктейль с особым характером. В городе прошел конкурс барменского искусства. Какой напиток предпочтут калининградцы? Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. Вы смотрите Службу новостей город в студии Виолетта Гришина. И мы продолжаем. Уже более двух лет семья Ерошиных борется за здоровье своей дочери. Жизнь Вики – это постоянные занятия лечебной физкультурой, процедуры, массажи и уколы. Еще до ее рождения врачи поставили девочке диагноз – порог развития центральной нервной системы. Сейчас она нуждается в очередной реабилитации, денег на которые у ее семьи нет. Очень долго мы бились над тем, чтобы она вот так вот перебирала эти бусинки в лабиринте, и чтобы ей это было интересно. С пяти месяцев родители Вики возят девочку по различным реабилитационным центрам. В свои 2,9 она не умеет ни говорить, ни самостоятельно ходить. Сейчас диагнозом задержка внутриутробного развития девочку ждут в Польше. На лечение необходимо 130 тысяч рублей. У нее изначально повреждение мозга, а наш мозг освещает за все. От зрения и слуха до физических возможностей, умственных, речевых и так далее. Вика сейчас не разговаривает. Ей нужен логопед, массаж. У нее проблемы с ногами, у нее вальгусная установка стоп. Благодаря усилиям родителей и постоянной помощи благотворительных организаций, Вика растет и развивается. Хотя и отстает от своих сверстников. У нее очень хорошие перспективы и большие шансы восстановиться. Но нужна регулярная и всесторонняя реабилитация, на которую, к сожалению, не хватает средств. Мы тренируем спинку и равновесие, чувство равновесия. Раньше я, когда мяч на мяче наклоняла ее, она туда же и сваливалась. Теперь вот она в противоположную сторону наклоняется. И руки у нее на мяче. Сейчас Вика проходит курс реабилитации «Дети ангела». Но для полного выздоровления этого недостаточно. Девочке нужна помощь нейропсихолога, логопеда, инструктора по ЛФК и массажиста. Если вы готовы помочь Вике стать здоровым ребенком, то звоните по телефону, который вы видите на своих экранах. Кристина Булыцына, Дмитрий Казаков, Служба новостей, Город. В Калининграде пройдет ночь любителей книг, а в Пионерском установят велопаркинги. Подробнее об этих и другие интересные новости в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Банки решили развивать специальные программы кредитования для людей пенсионного возраста. Именно пенсионеры могут стать самыми выгодными и перспективными заемщиками. Они отличаются кредитной сознательностью, а также, по мнению банковских работников, пенсия – стабильный заработок. Пока же большинство банков специальные условия создают только пенсионерам-вкладчикам. В Пионерском появятся велосипедные парковки. Всего для города администрация планирует закупить 17 таких конструкций. Они будут располагаться на тротуарах, пешеходных дорожках и площадях. Количество мест на парковках будет варьироваться от 4 до 10. Также власти города разместили заказ на покупку велосипедов для проката. С 19 на 20 апреля в Калининграде пройдет вторая международная акция «Библия ночь». В этот вечер можно будет посетить сразу 4 калининградские библиотеки. Акцию поддержат областная научная и детская, городская, юношеская и центральная библиотеки. Мероприятие начнется уже в 3 часа дня и продлится до полуночи. Вступил в силу новый административный регламент. Теперь для прохождения процедуры необходим минимальный перечень документов, паспорт, заявление установленного образца и документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение. На оформление регистрации уйдет около трех дней. 19 апреля каждый желающий сможет сдать кровь. На площадь Победы приедет мобильный пункт областной станции переливания. Он будет работать с 8 утра до 2 часов дня. Врачи утверждают, что процедура совершенно безопасна и почти безболезненна. Для забора крови используются только одноразовые приспособления. Курсы валют на 18 апреля. Доллар США 31 рубль 23 копейки. Евро 41 рубль 15 копеек. Литовский литр 11 рублей 93 копейки. Польский злотый 10 рублей 3 копейки. Хобби или дело всей жизни. В Калининграде состоялся отборочный тур чемпионата мира по искусству смешивания коктейлей. Лучшие бармены города состязались за янтарный шейкер и право выйти в финал. О тонкостях работы, возрасте и требованиях, которые предъявляются к представителям этой профессии, узнавала наша съемочная группа. Алексей на конкурсе уже не в первый раз. Бармен-самоучка считает, что главное в работе не только грамотное выполнение пропорций, но и подача. Улыбаться всем гостям, чувствовать их настроение и делать настоящее шоу из простого приготовления напитка – вот первостепенные задачи любого бармена. Но относиться к этому занятию с легкостью нельзя. Часто профессия бармена ассоциируется со временным заработком студента. Но, по мнению закоренелых работников, это не так. Работают бармены, которые полюбили эту профессию. И работают до 50, до 60 и далее, понимаете. Поэтому о студенчестве здесь говорить нельзя. Это серьезная работа во всех отношениях. Александр начал свою деятельность еще при Советском Союзе. Теперь же он обучает молодых. По его словам, бармен – это состояние души, а также перспективная работа в ресторанном бизнесе. На вопрос, сколько они получают, он ответил размыто, но дал понять, что на жизнь хватает с лихвой. Быть барменом совсем непросто. Он должен держать в голове сотни техник приготовления и различных рецептов. Например, чтобы сделать такой коктейль, нужно четко смешать все и положить в маленькую клубничку. Иначе он будет уже невкусным. Екатерина Степанова, Натим Габибов, Служба новостей, город. На этом все. Если у вас есть интересные новости и вы хотите стать народным корреспондентом Первого городского, звоните к нам в редакцию по телефону 919404 или пишите на наш электронный адрес канал1собакамейл.ру. Я напоминаю, что все новости выпуска вы можете увидеть на нашем официальном сайте 1городской.ру. Ну а с вами была Виолетта Гришина. Всего доброго и увидимся на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин